уважаемые знатоки внимание вопрос что получится если смешать вампирский фольклор разнообразные игровые механики и малый бюджет правильный ответ получится вампиры нет нет вот эти вампиры а вернее говоря всего один вампир именно так и называется новая история driven rpg сильным фокусом на совершение выбора из двух и более одинаково неприятных альтернатив записывать обзор которой нет вообще никакого смысла нет я правда не знаю кому нужен обзор вампира эта игра весьма среднего качества которую находчивый издатель пытается продать за полный ценник если вас почему-то интересует ответ на вопрос стоит ли игра своих денег то мой ответ нет не стоит мне кажется это самоочевидно однако несмотря на все недостатки я вижу в этой игре настоящий бриллиант бриллиант которому неумелый мастер не смог придать нужную огранку и вот именно об этом драгоценном камне мы сейчас и поговорим далее вас ждут самые что ни на есть спойлеры поэтому если вы все-таки планировали пройти игру поставьте видео на паузу пройдите ее а потом возвращаетесь так вы сможете наложить мой рассказ на полученный вами игровой опыт ну а если же играть не планировали то тогда откладывать не будем приятного просмотра главный парадокс вампира в том что он является чертовски самобытной игрой при том что состоит из механик идеи концепции взятых из других игр кому-то даже показалось что в игре нет ни одной новаторской или свежей идеи за исключением пожалуй системы горожан да и то она оказалась скорее разочаровывающей потому что нам обещали целые экосистемы да во множественном числе а в итоге мы просто получили список неписей вся интерактивность которых сводится к возможности выдать нам квест какую-то важную сюжетную деталь или просто высосать у них кровь в конкретно определенный промежуток игры тем не менее данная система выполняет свою главную функцию помещает игрока в ролевой конфликт когда джонатан рид главный герой вынужден делать выбор между своими сущностями или социальными ролями с одной стороны он доктора ему фактически вверена судьба больных людей а с другой стороны он вампир и употребление человеческой крови способны не хило его так прокачать вам higher doctor однако вместе с этим система горожан порождает или я бы даже сказал вскрывает целый ворох проблем каждая из которых становится актуальной не сама по себе а только в контексте проблемы предыдущей вот например система горожан несмотря на то что она форсит игрока совершать в ключевые моменты выбор принятые решения на дальнейшее развитие событий практически не влияют а вот концовка как раз определяется тем кого вы убили скольких вы убили и погрузились ли лондонские дистрикты в хаос для того чтобы избежать кровопролития необходимо выбирать соответствующие реплики в диалогах при том что каждый квест сопровождается своим детективным расследованием а вот удержание районов от погружения в полную анархию сводится к менеджменту одной единственной полоски состояния дистрикта и это пожалуй такой крепкий контендер на премию самая унылая активность в компьютерной игре даже tower defense revelations был не настолько плохо 2018 давайте в двух словах по городу расставлены горожане их всего штук 60 или может чуть меньше не важно примерно две трети из них чем-то больные вы должны найти их поговорить с ними узнать чем они болеют знать рецепт того что их вылечит нафармить нужные ингредиенты скрафтить нужные отвары и лекарства и пойти обратно вручая лекарства каждому из них вот это все это просто ультимативно скучное занятие при том что у вас нет никакой мотивации бросить интереснейший мейн квест и заниматься вот этим но в то же время это необходимо если вы хотите получить наилучшую концовку точно также как и необходимо заниматься детективной деятельностью чтобы максимально мирно разрешить все конфликты и вот тут проблемы начинают выпрыгивать одна из другой прям как матрешки первой же попадается на глаза система прогрессии и нет проблема совсем не в том что вампир сосущий прокачивается куда быстрее вампира мирного нет это поверхностное дело в том что система прогрессии позволяет прокачивать только боевые умения вы просто вдумайтесь игра предлагает игроку два кардинально разных плейстайла однако прокачивать можно только один вы можете увеличить хп объем крови дальность и тип воздействия атакующего скилла его урон но вы не можете улучшить красноречие знания химии и прочие не боевые навыки позволяющие решить ситуацию мирно и избежать конфликта на текущий момент игрок избравший путь насильственного разрешения межличностных конфликтов с каждым левелапом становится сильнее и лучше он получает новые способы совершать насилие над неигровыми персонажами и в принципе нагибать все что движется а вот игрок избравший путь тактичного дипломата подобного удовольствия лишён он способен прокачивать боевые навыки да и быстрее сбивать хп и без того не шибко опасным противником но в контексте местной боевой системы это звучит как спорное преимущество можно было бы сделать ветку мирных умений продвижение по которой открывала бы новые диалоговые опции позволяла бы видеть в ходе расследования новые подсказки но в конце концов главный герой же ученый и как раз новые подсказки открывали бы доступ к развитию отношений между персонажами недоступные агрессивному вампиру но в конце концов уместны были бы и скиллы уменьшающие количество требуемых ингредиентов для крафта это бы имело хоть какой-то смысл и тогда необходимость лечить лондон не вызывало бы дискомфорт и наоборот идущий по мирному пути игрок получал бы удовлетворение и самая лучшая в игре концовка выдаваемая только в случае если вы никого не убили не допустили погружения города в хаос была бы не просто наградой за великое терпение как сейчас а наградой за выбор целого стиля игры за выбор модели поведения у игры просто моментально бы возросла ее глубина но нет разработчики внедрять подобное не стали прокачиваясь мы просто прокачиваем свои преимущества в местной боевой системе и вот тут мы продолжаем разбирать матрешку и теперь перед нами боевая система отдельное внимание надо уделить нашим противникам среди которых встречается как нечистая сила так и вполне себе люди вступившие в ряды охотников на вампиров последние так вообще в диалогах страшно демонизированы то нам рассказывают как они устроили в лондоне свою варфоломеевскую ночь убив разом почти всех старейших вампиров то сам главный герой в диалоге с элизабет ажбери предлагает той покинуть город потому что стражи привы на именно так зовут охотников буквально не знают жалости лид лондон the country и 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 Мне сложно понять причину, это были скромные бюджеты или отсутствие опыта, но противники ведут себя абсолютно неадекватно. В игре почти полностью сломан поиск пути искусственного интеллекта, из-за чего последний теряется, когда между ним и игроком возникает материальный объект. Большая часть дуэльных сваток решается банальным затыкиванием, и это касается даже боссов. А сражение против двух и более противников нисколько не создают проблем, потому что местный блинк позволяет абсолютно безнаказанно кайтить, пока ваши противники не будут убиты. Да, в игре присутствует несколько уникальных полноценных боссов со своей моделькой, мувсетом и сюжетным бэкграундом. Некоторые даже из-за обилия хп заставляют вас попотеть, однако они, вот эти вот все боссы, занимают от силы 5% от общих боестолкновений, а всё потому, что большую часть времени вы будете пинать тех самых однотипных мобов, которые постоянно спавнятся в абсолютно том же самом составе, в абсолютно тех же самых местах и даже не пытаются патрулировать город. Из раза в раз, из ночи в ночь они спавнятся в тех же самых местах и выполняют одну и ту же работу, в ожидании игрока, на которого они должны сагриться и от которого им суждено огрести. Через какое-то время, занимаясь перебежками из одного района в другой, вы просто будете наизусть знать их местоположение и состав, и вы просто не представляете, как это раздражает при повторном прохождении. Я прошёл игру дважды и знаю о чём говорю. Если при первом прохождении вся эта рутина с медикаментами, бэктрекингом и респавнивающимися противниками просто утомляет, то при повторном прохождении она способна вызвать праведный гнев. И здесь вновь опять мы возвращаемся к матрёшке, потому что сами по себе враги гнев не вызывали бы, не будь у игры открытого или полуоткрытого мира. То есть тупые враги – это не проблема как таковая, мы знаем кучу игр, где искусственный интеллект не то что тупит, а даже специально подыгрывает игроку, дабы подарить ему ощущение превосходства или успешности. Но как только вы в десятый раз пробегаете по аллее и видите в десятый же раз стучащихся в дверь кому-то охотников, ну даже если это вас не раздражает, это всё равно рушит погружение в мир, делает его более картонным, а значит более фальшивым. Я хочу, чтобы вы прочувствовали мою мысль, меня не раздражает сама по себе двухкнопочная боёвка, я не пытаюсь выставить её недостатком игры. Точно так же меня не раздражает бэктрекинг, открытый мир и что угодно ещё, что есть в этой игре по отдельности. Раздражение же рождается, когда всё вышеупомянутое перемешивается в коктейле под названием «Вампир». И вот тут самое время вернуться к достоинствам игры, которую я дерзнул назвать «бриллиантом». Да-да, несмотря на явные геймплейные недостатки, вампиру есть чем похвастаться. Отличный сюжет, великолепный саундтрек и мастерство общения с игроком через визуальные образы могли бы сделать вампира едва ли не лучшей игрой этого года, не будь она так плоха с технической стороны. Вампир пытается рассказать старые легенды о вампирах на новый лад, бросая в один котёл мистику и рациональное мышление. Я неспроста вспомнил в самом начале вампиров о тройке геймс, потому как те исповедовали схожий подход, давая игроку с самого начала понять, сколь сильно игра отвергает литературные артефакты, дошедшие до нас из тёмных веков. Геймс Геймс Подобный подход имеет место быть и в самом вампире. Затем необходимо отметить то, как вампир подаёт вам сюжет. 80, а то и 90 процентов информации игрок получает исключительно из диалогов. Да, что-то можно вычитать из коллектива айтемов и кое-какие детали игра передаёт нам через environmental storytelling, но ключевая информация в наибольшем объёме подаётся исключительно в диалоговой форме, при том, что участие в диалогах, кстати говоря, мы не принимаем. Формально у нас есть диалоговое колесо и мы можем выбирать какие-то реплики, но за исключением моментов решения чьей-то судьбы, выбор диалоговой опции позволяет лишь отобрать малозначимые или вообще только информационные дополнительные реплики. Отсутствие выбора не сильно угнетает, но наводит на определённые мысли. Центральную сюжетную линию игры нельзя назвать сложной или запутанной. Она довольно простая и умещается в одно-два предложения. Однако разработчики целенаправленно уводят наше внимание на другие проблемы, то обрушивая на нас дела семейные, то какую-никакую политику, из-за чего в принципе игра кажется насыщенной на события, а сюжет сложным и многоуровневым. Хотя это не так. Ну и конечно же отдельного упоминания заслуживают те самые диалоги. Практически все диалоги написаны в особой британской манере, высоким слогом и озвучены они ну просто восхитительно. Практически любая беседа ласкает уши и завораживает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... «Было Бор因он» Было бы повержено именно с опорой на научное знание. Это было бы гимном науке, научного способа опознания мира. И всего вот этого вот. Но что сделали, то сделали. И в связи вот с этими очевидными достоинствами, как мне кажется идеальным решением вышеописанных проблем могла бы стать разработка абсолютно линейной коридорной игры, без какого-либо открытого мира. Я знаю, что так говорить некорректно, что разработчики создавали то, что хотели создать, и я уважаю их видение. Но просто посмотрите, сколько всего решил бы отказ от открытого мира. Линейность уровней и сюжета определила бы конечное число стычек с противниками, что позволило бы скрыть недостатки боевой системы. Враги бы не так сильно раздражали, и уникальные противники встречались бы гораздо чаще. Линейный экшен, предполагающий заранее определенное число боевых стычек, не вступал бы в противоречие системе прогрессии, нацеленной исключительно на развитие боевых умений. И более того, система прогрессии обслуживала бы изменение уровня сложности с переходом с одного уровня на другой. А сейчас, сейчас есть конкретный диссонанс между стремлением героя научиться жить, не употребляя чужую кровь, о чем он говорит в самом конце. И тем, что он просто рубит все подряд. Причем в игре можно было оставить и диалоги, и оставить необходимость совершать выбор. Только уже не на почве необходимости пить кровь, а на почве, например, морали, или необходимости помочь одной из существующих в игре фракций. Ну и наконец, линейность затребовала бы от разработчиков сделать больше уникальных и крутых кассцен, и я знаю, что разработчики могут создавать крутые кассцены. В игре есть просто гениальнейшие сцены, когда разработчики разговаривают с нами через визуальные образы. Чего только стоит сцена, когда леди Ашбери узнает о том, что из-за переливания ее крови погибли люди. Она испуганно делает шаг назад и опрокидывает ведерко с краской. И чисто визуально включается образ, да у нее руки в крови. Однако метафора это все еще метафора, и краска это не кровь. Потому что настоящая кровь лежит на руках доктора Суонзи, который делал переливание без ее согласия. Это гениальная сцена, и я хотел бы видеть подобное еще и еще. Но увы, в игре таких сцены всего две или максимум три. Увы. Я понимаю, что все, что я сейчас говорю, звучит так, будто бы я сравнил настоящего вампира с каким-то выдуманным вампиром у себя в голове и раздаю разработчикам советы, как им быть. Нет, не совсем так. Я понимаю, что делать линейную игру с хорошими кат-сценами, с макапом, с индивидуальным дизайном каждой главы, это гораздо дороже, трудозатратнее и вообще сложнее, чем просто напихать в один раз сделанный хаб десяток сайдов в стиле «сходи, убей, принеси». Я понимаю, и скорее всего, ни разработчик, ни издатель не потянули бы такой дорогой проект. Но все-таки, насколько великой и крутой мог бы получиться игрой вампир, будь у Донт Нодов больше ресурсов и опыта. Передаю мое уважение команде разработчиков, желаю им больше успехов с новыми проектами и издателя покрупнее, чтобы они могли реализовать свой творческий потенциал без ограничений по бюджету. Донт Ноды — это как раз та студия, которая может делать хорошие игры. Большой им в этом удачи. А у меня на сегодня всё. Спасибо вам большое за просмотр. Для вас свои мысли, голос и геймплей записывал Павел Урлапов. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова